здравствуйте друзья сегодня я представляю вам очередного малыша старый древний 486 ноутбук марки и луфа вот родной блок питания сейчас покажу вот его модель видно блок питания откладываем в сторону вот сам ноутбук как видите в закрытом виде панелька информационная сзади петли накладки на петли 1 утеряна но петли вроде держит еще так осмотрим вокруг вот шильдик так что мы видим ну здесь похоже аккумулятора нет без аккумулятора сейчас покажу вам этикетку вот этикетку вот так она лучше считается вот так вот так здесь скорее всего жесткий диск здесь память да точно вот память я сфотографирую помещу отдельно вот крышечка закрывается так с этой стороны дверка открывается на пружиннички на замочке красиво PCMCI PCMCI что нам ноутбук подарит ну 486 это скорее всего модем да вон есть фокс модем PCMCI вот такой вот вставляем обратно замочек целый сзади еще одна крышечка тоже замочек целый лпт ком видео внешне и клавиатура мышь или клавиатуру или мышку можно внешне подключать так корпус вот здесь был удар видно сейчас покажу корпус треснут но я покажу как склеить его так и с этой стороны флопик трехдюймовый все вот и весь ноутбук а вот еще что а ну это флопик вынимается и так приступим берем нашу любимую отверточку такой вот наборчик и приступаем это сорванная вот эти винтики родные еще да садисты конечно собирали его видите какими винтами закручены надо брать силовую отверточку вот да извращенцы четверкой винтом закрутили ну в те времена была проблема европейские винты найти вот и извращались кто как мог так так а здесь закрутили и сорвали даже так что будем сейчас мочится понимать его такие сорванные винты вот так вот вот сейчас покажу как делается резкость на виду вот так вот подсовываем что-то острое навстречу откручивания и крутим вдавливая вот все пошло вот вот открутим второй винтик снимаем крышечку крышечка целая жесткого диска все аккуратненько так ее на помойку так аккуратно отстегиваем шлейф сейчас смотрим что у нас так вот какой хитрый интерфейсик покачиваем вот так вот подкачиваем только держите за разъемами за шлейф вот все покачиваем именно за разъем за разъем за разъем понимаем жесткий диск так смотрим что за жесткий диск у нас вот моделька так резинку эту можно отклеить как я понял потому что видно диск толстый стоял поставили более современный диск драйв не пойму чей он даже 815 мегабайт мк 0803 м ат мат вот вот такой 3DE жесткий диск Toshiba вот Toshiba правильно все все диск откладываем в сторонку так посмотрим а все правильно видите какой широкий можно сюда толстый диск было вставлять вот видно замененный диск это видно замененный диск вот эти два тоже родные вот эти два родные но разные тоже не родные видно крутили тем что было под рукой повторяю в те времена конечно европейские винты была проблема достать а здесь вообще от жесткого диска со звездочкой с шестигранником что-то ну это подберем сейчас не проблема так звездочки звездочки маленькая побольше надо вот она называется звездочка сейчас покажу как вот так вот W01 что-ли нет T8 H или H кажется хорошо отключается но не вынимается видимо там что-то сломано стойко наверное разберемся так так что еще память вынимаем сразу крышечку в помолку память по суммите 1 2 2 и 2 5 5 6 , 6 Так, сейчас покажу какая память. Вот наша память. Сейчас, чтобы читалось название сделаем. Так, сейчас посмотрим. Черезвеличительное стекло. Значит, микросхема 8117800А60. ПФТН. Так, 1997 год. 1997 год. Вот здесь вот что. Закрашено чем-то. Техно... Технологии. Технолоджи. Технолоджи. Меморикард технологии. Написано. Значёчек. Вот. Меморикард технологии. 8F4743.1. Потом посмотрим в интернете, что это и сколько. Здесь всё выкрутили. Да, здесь, конечно, линты. Винтовку накрутили. Не надо их. Опять. С помощью подцепа. Так. Так. Надеюсь. Закрытили. Вот эту штучку А, она похожа вот так вынимается Вот таким образом Это замочек для флопика Вот такой вот формочки Вот так вот сдвигается там прорезь В помывку Так, теперь флопик надо как-то вынуть Но похоже вот этот свинк не одни держит Так, ну-ка, а подножками у нас Есть что-нибудь? Подножками у нас Сейчас проверим Да нет Подножками у нас ничего нет Но их, наверное, надо все-таки Оторвать Потому что они самодельные Да Ножки самодельные Вырезаны из пластика Все они с ними Оставляют Я их оторву Резиновые приспособления Так, здесь больше винтов нет Сзади смотрим Здесь материнка Сборку А, картонка вставлена Все по-русски сделано Так, PCCi модем Донимаем Так, открываем 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 Мониторчик Смотрим Так Вот Его надо половинить Здесь защелок для снятия грядки Нет Хотя есть Вот она Вот они, замочки Вот Так Вот Снимаем То есть вот эти замочки К центру И клавиатурка наша Поднимается Поднимается Здесь вот Два разъемчика С подъемными фиксаторами Шлейфы Очень легко Извлекаются Поднимаем фиксаторы Вверх Пищалочка Здесь немножко мешает Но тоненький Тоненькая Сцепочка Вот Все Вот такая клавиатура Вот модель нашей клавиатуры Смотрим Как всегда Кэш Ногами Ну понятно А вот А вот Наверное Вот Наверное Код ее Россия ФДДР7 Ух ты Для России Делалось Так И здесь Мы видим Переходник На радиатор Наклеечка Теплопроводная Так А вот И наш Процессор Увидели Сразу Смотрим На процессор И радуемся Очень Хороший И очень Редкий Процессор Цирикс Цирикс 486 ДХ2 В66 Вот такой Вот Цирикс У нас Стоит Так Теперь Надо Соединить Флопик Хотя Сначала Наверное Надо Разобраться С Монитором Вот Здесь Разъемчик Мониторный Он Обычный Жесткий Разъем Его Покачивая С двух Сторон Вынимаем Вынимаем Сейчас Так Зацепили С одной Зацепили С другой Покачиваю Надо Видеть Вот Сейчас Вот Вот Разъем Монитора Это Лучше Чем Плоский Шлейф Вот Так Вот Так Теперь Флопик Опять Поднимаем С одной Сторону С другой Самое главное Не пропкнуть его Подняли Здесь Поднимается Не Рамочка А Весь Корпус Разъема Вот Видите Здесь Не Рамочка А Весь Корпус Разъема Вот Этот Вот По всей Высоте Вот Широкий Вот Видите Вот Он Поднимается И Только Потом Вынимаем Шлейф Берем Лопаточку Аккуратно Лопаточку Подсобываем Под Весь Шлейф И Вынимаем Вот Вот Шлейф Аккуратненький Красивенький Так Что Здесь Видим Это Наверное Биус Клавиатурный Системный 4023 Мониторный Разъемчик Вот Я вам Показывал Аж Вот Поближе Посмотрим Вот Он Вот Он Так Тут Еще Есть Два Разъемчика Подлезем Их Вынем Вот Они Вот И Вот Так Но Сначала Надо Все-таки Снять Рамку Верхнюю Сейчас Будем Разбираться Хочем Наклеить Кому Интересно Прочитает Можете Что-то Узнает Из этого Вот Так Вот Покажу Чтоб Не Кверх Ногами Вот Можете Прочитать Что За Наклейки Мадвин Тайвань Это Извините Кверх Ногами Так Вот Здесь Защелочка Вот Здесь На Передней Канельки Вот Все Вот Они Видны Прям Значит Отключаем Подсветку Инвертор Видите Где Инвертор Удивление Прикреплен Не в матрице А вот Здесь На плате То есть Отключаем Инвертор Так И Отключаем Вот Видео Все Этот Сам Скочил Сейчас Я покажу Сколько Разъемов Всего Так Материнку Ставим Сюда Вот Значит От Дисплея Отходит Следующий Разъем Один Видео Разъем Это Видно Какие-то Служебные Сейчас Поближе Покажу Вот А резкость Не ведется Или нет Нет Не хочет Что-то Наводить А резкость О Вот Вот Разъем Эх Ладно Не буду Дергаться Вот Два Разъема Вот Два Разъема И Соответственно От Инвертора Вот На Подсветочку Ламп Вот Все То есть Четыре Разъема Откладываем Дисплей В сторону И Продолжим Заниматься Системным Блоком Так Скажем Так Что Вытарисаем То что Здесь Кусочки Корпуса Это Все Будет Клеиться Складываем Их Отдельно Это Все Не Пропадет Методику Склейки Я покажу Вам Отдельно Потом Так Смотрим Трекбол Кнопочки Так Давайте Все равно Надо Разбирать Полностью Давайте Сначала Снимем Инвертор Наверху Проще Всего Его Снять Вот Один Винтик Вот Вот Такой Винтик Показываю Так Вот Сняли Его Надо Только Отстыковать Разъем Сколько Их Смотрим Разъем Один Но Здесь Детальки Обратите Внимание Детальки Высокие На плате Надо Сначала Все-таки Отстыковать Разъем Только Не тяните За провода Лучше Взять Ковырявочку Нашу И Вот За Бакфейнки Вот Так Вытянуть Его Слегка Вот А потом Уже Можно Рукой Вот И Все Такой Еще Один Есть А Нет Это Клей Пардон Вот Здесь Трансформатор Инвертора Приклеен Корпусу Трансформатор Хлопик Хлопик У нас Отключен Просто Так Вылезет Или Нет Сейчас Попробуем Трансформатор Стаканом Трансформатор Чисто 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 С кнопочками Три Проводка Всего Вот Сюда Подходит Вот Сюда Три Проводка На Эту Платку Это Платка Кнопочек Отделия Так А Вот На Стрекбол Здесь Раз Опа Аккуратней Пожалуйста Вот Такие Сторечки То есть Трекбол Бутербродную Конструкцию Имеет Вот Это Вот Верхняя Плата Потом Стоечки И Нижняя Плата С шариком И Здесь Уже Вот Такой Шел Тебя Съем Вот Вот Наш Шарик Покажу Он Пореща Вот Наш Шарик Даже Модель Можно Прочитать Ну И Логитек 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 Все понятно Логитек Вот Вот Модель Вот Тайваньский Трекбол Так Все В сторонку Что Видим Под ним Металлический Экран Так Винтики Кладем Отдельно Так Батареечка Батареечка Кнопочки Включения Так Вот Эти Кнопочки Включения Вот Я Показываю Две Вот Это Пластмассовые Проставки На них Они Вот Так Раз И Снимаются Вот Видите И там Остается Только Кнопочка Вот Так И Здесь Соответственно Аналогично Вот Клапочка Так Материнка Тоже На винтиках У нас Вот Раз Винтик Так И Два Винтик Есть А вот Здесь Аккумулятор Надо Отключить Его Здесь Похоже Вот Эти Вот Радиатор Так Вот Так Вот Наш Корпус Здесь Еще Один Одна Термопрокладка Сейчас Посмотрим Для Чего Так Ну И Так На Весь Корпус Практически Радиатор Такой Алюминиевый Хотя Медный По Цвету Алюминиевый Так Видите Несколько Стоечек Треснула Подклеивать Будем Вот Так Ничего Вроде Все Ничего Не трясется Так Теперь Рассматриваем Нашу Материночку Значит На 486 Цириксе Что Еще Куча Перемычек Куча Перемычек Видим Так Таблички Как Ставить Перемычки Нет На Материнке Ничего Не Подписано На Переключателях Только Он Оф Написано Так Вот Есть Модель Материнки Вот Номер ПВА 40 23 2 М БД Так Аккумулятор ЦМОЗ Так Максим Макс 213 ЕЦ А А И А Так С другой Стороны Слот Под Память Слот Под Память Так Опти 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 F82 C 206 Так Здесь Ещё Встроенная Память Есть Вот Микросхемки MPNX AAA 4M 304G 06 Тоже Шестидесятки 4 Микросхемки Так Чипс Flat Панель CRC BIOS CRTBIOS Так А это у нас Наверное Сопроцессор Да? Нет Нет Надо будет Посмотреть Что это Такое Что ещё Здесь Ну сейчас Я вам покажу Какие Микросхемки Стоят Чтоб вы могли Сами Посмотреть Что Здесь Есть Интересного Попааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа посмотрим в интернете. Вот и вся материнка. Такая маленькая, аккуратненькая, красивенькая. Один разъем PCM-Ci. Модель нигде не подписана. Ну вот мы видели, больше ничего не подписываем. Давайте покажу вот так вот еще, чтобы надписи выделили, которые на наклейках есть. Так, ну и крупным планом процессор. Так, пробуем располовинить экран. Аккуратненько. Вот видим здесь в щелках от ООО. Лучше пользоваться ногтем. Это более надежно. Вот. Все, на защелках собрано. Аккуратненько. Нижненько с этой стороны. Открыли теперь с этой. Пробуем. Так, ноготь сначала, потом что-то посерьезнее. Так. Вот. С легким нажимом, чтобы защелки не все сломать хотя бы. Не очень удобно снимать конечно. Сейчас разберу, покажу вам. В результате всего. Вот. Матрица остается закрепленной к передней панели, к передней рамке. Задняя крышка чисто на защелках. Сейчас я искус наведу. Значит, вот два винтика. Медные втулочки. И по бокам вот. Здесь три защелки. Здесь три защелки. Вот. Вот они себя представляют. Вот. Вот. Всё красивенько. чтобы от передней рамки отделить матрицу надо открутить петли от корпуса это утеряна крышечка эту вот так вот чуть-чуть туда давим и снимаем вот так щелчком вот сняли и теперь вот откручиваем вот эти четыре винта я их сразу включу на место чтобы не перепутать потом при монтаже потому что винты петель не хочется ставить не разные вот петли открутили вот четыре винтика и все вот наша матрица может сниматься четыре вот этих винтика теперь петель короче и вот наша матрица так вот эти четыре длинненьких закручиваем назад здесь пружинка и в корпус петли вкручены специальная носка не будем пружину снимать потом замучаемся ее ставить на место так это не будем закрутим все таки так и так то есть вот эти не надо при разборке откручивать чтобы петли не испортить вот эти четыре сейчас смотрим да вот эти вот ключи вот вот тоже длинненькие так вот видите вот все так все мы открутили матрица вот она снимается единственное мешают эти провода что надо делать вот здесь в корпус ставим такие пластиковые втулки и вынимаем из корпуса вот так вот и теперь наши провода спокойно вынимаются так 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 только надо вот эту рамку снять тоже она у нас тоже наверно защелкнута вот точно вот снимаем вот эту красивую платку индикации вот она вот и теперь свободно вынимаем наши разъемы вот вот наши разъемы все матрица свободно можно уносить вот и наша матрица не забудьте подписаться иногда выкладываю что-то интересное всего доброго спасибо за внимание спасибо за внимание